Я не знаю, меня совершенно не интересует здание «Известий». Я считаю, что здание «Известий» к современной журналистике не приспособлено никак. Это здание «Известий» гробит современную журналистику. Маленькие закутки, прокуренные, грязные полы, туалеты с 1936 года, ни разу не ремонтирующиеся. Вот и все. О чем там говорить? Там невозможно делать современную журналистику. Там нету даже такой сети, электрической сети, чтобы можно было такого уровня компьютеры там поставить. Там все сгорит. Настоящая журналистика – раскопать факты, раскопать подробности, раскопать правду, а об этом рассказать. Это вот настоящая журналистика. Если нужно снимать Ходорковского, как он идет в баню на зоне и увидеть первое фото после того, как его посадили на зону, это журналистика. Ты рекаешь? Не-не, я пытаюсь смоделировать эту ситуацию. И ты бы меня отправил на задание. Мне нужно было бы либо под юбку камеру, кому инсунт, либо снять, значит, так. А здесь ты сейчас что делаешь? Не-не, подожди, 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 подожди. Ты сейчас измеряешь, подожди, подожди, подожди. Ты понимаешь? Я с тебя ничего не сдираю. Ты внутренности мои, просто ты культурно это делаешь, обволакиваешь. Я ничего не сдираю. У меня работают профессиональные журналисты. Конечно, им тоже бывает неприятно куда-то пойти, залезть. Бывает страшно, понимаешь? Это они люди. Но они делают журналистику. Им это интересно. Я их, конечно, учу, воспитываю. Я, наверное, такой карабас-барабас. Думаю, да. Да, я их учу, воспитываю, я им рассказываю. Я считаю, что журналистика должна быть именно такой, понимаете? И я считаю, что именно такая журналистика нужна России. Я убежден, я уже говорил это сто раз, мы с тобой на эту тему говорили, что массами во всем нормальном демократическом обществе управляют таблоиды. Есть те, кто читает твои книжки, понимаешь? Есть массы. Массы. Массы жертые книжки твои читают, понимаешь? Таблоидные книжки, на чем ты поднялся? Почему они таблоидные-то? Потому что ты почитал хоть одну. Конечно, читал. Ты же мне тогда прочитай, прочитай. Я и прочитал. Это галимая желтизна, таблоидизация. Ты ее для чего писал? Чтобы пихнуть, заработать бабло. Я говорю об одном. Я все время своим говорю. Я не люблю, когда люди прикидываются целкой после 16-го аборта, понимаешь? Когда вот начинают из себя строить целых. Я еще когда заканчивал факультет журналистики МГУ, я ходил, там было такое понятие спецхран, куда не разрешали обычным смертным. Я обманул Ясина Николаевича, он до сих пор это помнит. Подделал подпись его и пошел туда спецхран. И мне дали зарубежную журналистику читать. Я читал и охреневал, где мы и где они. Вот и все, и стал после этого делать. Я бы матом сейчас сказал. Скажи, у нас про обычный эфир, у нас нет цензуры. Ну могу, блядь. Скажи. Антон должен сказать, да он нас тут хуями крыл, да? Ну и что дальше? Да, он написал об этом. Да, ну и что дальше? Ничего. Ну крыло крыл. Можно крыть с душой, и человек не обидится. Понимаете? Ни один мой сотрудник никогда на меня не обижается. Можете у них спросить. Самая трагедия в фирме, когда Арам Ашотович подходит и начинает к главному редактору, Раулю Смыру, говорит. Рауль Эдуардович, что у вас произошло? Почему у вас нет? Они понимают, что пиздец, катастрофа. Становится полнейшая тишина, вот так, понимаешь? Слышно, как мухи летают, потому что Арам Ашотович разговаривает по имени-отчеству и очень тихо. А когда я кричу, буянию, матом ругаюсь, обзываю, говорю, проститутки, вы хачики, армянские рожи, там, кавказские рожи, там, то-то, то-то. Никто ничего не обижается, потому что я говорю, это от души. Это просто работа такая, я создаю эмоцию. Понимаешь, мне один человек, который присутствовал при знаменитой речи Парфенова, сказал следующее, что после того, как Парфенов сошел с трибуны, он подошел к Константину Львовичу Эрнсту и сказал, Кость, ну я тебя не слишком подставил? Вот. Ну, вот если то, что мы сейчас описали, правда, а это является правдой, то мы говорим о конкретном блядстве. Правильно. Может быть, второй срок и правильный, неправильный, но так было, ну что вы из него делаете? Святого, он бизнесмен, вот из меня можно сделать святого? Нет, я бизнесмен, я, конечно, где-то я крутился, не может бизнесмен быть святым, что вы из него делаете? Узника совести, бизнесмена такого честного, в белых одеждах. Вот пришел Ходорковский, а в белых одеждах. Так не бывает, понимаете? Арам, а зачем вам третья газета, если у них, как правило, лежат ведомости и коммерсанты? Ну, это же конкуренция, кто победил, кто смел, тот и съел, понимаете? А чем ты будешь их выносить? Мне просто не очень понятно. Я выноситель... Мне кажется, что коммерсанты ведомости пишут приблизительно одно. Я буду выносить их только за счет эксклюзива. Это моя профессия, это моя работа. Мы с Малютином решили, договорились, мы будем выстраивать схему, когда мы будем получать эксклюзивные новости именно для деловой, для общественно-политической, для серьезной прессы. И мы это сделаем, и мы будем получать. Я разговариваю, смотрю в глаза. Есть у него харизма? Нет. Желание есть? Нет. Спит он в одном ботинке, как я говорю, нет. Извините за выражение. Ебутся ли у него во рту мухи или нет, понимаешь? Если ебутся во рту, значит не берем. А если нормально, значит берем. Я убежден, что все уйдет в сеть. Останутся маленькие сегменты, например, журналы. Типа глянцевых журналов. Глянцевый журнал. Серьезная деловая пресса останется. То есть, ну, ощущение тактильности взял газету, там, с чашкой кофе, полистал. Там газету «Известия», конечно, она останется. Через три года все умрут. Но газета «Известия», полистал «Известия», все нормально. Продолжение следует.